Книга «Открытым оком», 4-й том, вопрос 1323, тема литература. Сейчас появляются все время новые книги и написано, что по благословению то патриарха, то епископа. Нужны ли эти книги? Ибо в Библии написано. Экклесиат 12.12. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. То есть, составлять много книг конца не будет и много читать утомительно для тела, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Жизнь быстро меняется, и возникают новые вопросы конкретно по каким-то ситуациям. Церковь должна быстро реагировать на эти изменения. Символ веры должен быть дополнен. Прочтите об этом в нашей книге «К истинному православию». Но как раз вот этого-то отклика церкви на возникающие изменения и трудности мы не видим. Все время пишут и говорят о прошлом, идеализируя его, как было хорошо при царе-батюшке, какая была добрая, еродивая, святая Русь. Этой ностальгии по прошлому мучаются и старые коммунисты. Они ведь тоже патриоты, и белогвардейцы-защитники Старого Режима, и почитатели Гитлера. Не берется во внимание только Библия и то, что говорит Дух Святой. Я постоянно слежу за всеми новинками, какие появляются в магазинах «Пенаты», «Армандо», и нахожу, что абсолютное большинство книг не нужны вообще, или по крайней мере уже сегодня. Это описание каких-то нежизненных житий, какие-то ответы на совершенно ненужные вопросы, рассказы, от которых никому нет пользы, и их нельзя применить к жизни. И в апостольской же церковь реагировала мгновенно на изменения обстановки даже в одном дне, и знала, что делать. Яне 4, 23, 31. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос Богу и сказали, «Владыка Божия, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетно. Восстали цари земные, и княти собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сём на святаго сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знаменем и чудес именем святаго сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнились все духа святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. Близкие мои друзья сумели уговорить меня, подбили на издание моих стихов, а затем вдруг пришло решение издать и симфонию на жития святых. И вот уже ожидаем выход восьмой книги за один год, при том четыре тома по 752 странице, открытым оком. Каждый автор своей книги убежден, что его книга не просто важная, а более важная, чем другие. И они прямо об этом говорят, ища помощников, спонсоров. Все эти книги, даже хорошие, запоминающиеся, они нужны только на один раз или только сегодня. Наши же книги будут набирать силу все большую с каждым годом, потому что они основаны полностью на Библии и на святых отцах. Такие книги издавал магистр богословия отец Григорий Дьяченко. Очень хорошие были и у Лопухина. Много издают сейчас даже старообрядцы. Но самый основной недостаток всех этих книг, издаваемых ныне, всех без исключения, заключается в том, что они решительно не видят, не хотят видеть того состояния, в котором находятся они сами, авторы этих книг. Во всех этих книгах я вижу знания, но не вижу огненных языков пятидесятницы. Там нет пророческого вдохновения, ни наигранного, но подлинного, когда авторы сами, являясь членами церкви, видят все недостатки и болеют от этого, обличают их и носители их. Наши книги совершенно не похожи на все, какие только имеются до ныне. Они написаны совершенно безоглядно на кого-либо, но только с желанием истину Божию донести до людей, с указанием всех своих недостатков и как от них избавиться. Сама судьба мне завещала с благоговением святым светить в преддверии идеала туманным факелом моим. И только вечер до благого стремлюсь моим земным умом, и полный страха неземного горю в поэзии огнем. Александр Блок Субтитры создавал DimaTorzok